Медленно Добрый день, уважаемые зрители нашего YouTube-канала! Сегодня у нас на календаре 26 число, месяц июнь 2016 года. Мы оказались в очень красивом месте. Это Шацкие озера. Это дорога, которая буквально очень скоро вас доведет до озера Свитязь. Я здесь уселся, отдыхаю. Вот моя нога. Вот в этом кафешке можно заказать вкусненькое-вкусненькое мороженое. А чуть дальше можно заказать холодненькое-холодненькое пиво. Ладно, не буду отвлекаться. Мы на Украине. На сегодняшний день на Украине самый классный и самый дешевый отдых. На Шацких озерах. Мы тут уже второй день. Водичка чистенькая, пресная, экологически чистая. Все? Да. А что будет? Кто с ним? Мусор носит. Да это тоже. Никто не побачить. Чувак смешный. Мусор носит. Здесь ездят такие машины красивые. Вот если по этой дороге ехать в сторону пляжа городского. Там базар, движение. Короче, куча людей и народу. Что хочу сказать. Озеро Свитис отличное место для отдыха. Побывавшим в далеких Европах. Посетив Италию, Венецию, Канары и прочие-прочие прелести. Ну, чуть-чуть припрехал, ладно. Не скрою. Я понял, что на Украине отдыхать лучше всего. Почему? Потому что дешево. Кругом свои люди. Продаются курочки наши Ряба. Все известно, все знакомо. Все свои люди. Как говорится, там где родился, там и пригодился. Купил три мороженое. Себе, жене и дитю. Вот. Посмотрел вокруг, что делается интересного. А вокруг много чего интересного. Люди на пляж идут. Возвращаются с пляжа. И по этой дорожке я потихонечку возвращаюсь к нам на базу. Пока я иду к себе на базу, хочу рассказать про Шацкие озера. Шацкие озера охотятся в Болынске области Украины. Это где-то примерно 20-30 озер разной величины. Самое большое озеро в Шацких озерах это Свитис. А вот мы уже подошли к нашей базе. Это мы находимся на нашей базе. Называется наша база Вилла Элизабет. 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 Если взять информацию по сайту шац.com.ua Эта вилла можно сказать оптимальная в отношении цена-качество. На 2016 год цена 350 гривен. Трехместный номер. Ориентованно 12 евро. Такие красивые деревья здесь растут. Садовое хозяйство на самом высоком уровне. А вот если там приблизить, вот там мы и живем. Одноместный номер. Я нахожусь на летней террасе. Здесь есть такие очень красивые цветы. Красивые цветы. Там чуть дальше, там кухонька. На которой мы кушаем и отдыхаем. Очень такое красивое место. Вышли две модели. На пляж они собрались. Да, 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 да. Ай, 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 ай. Вот тут мы близко живем, да. Там пивко продается. Магазин вуд материалев. И трасса проходит на озеро Свитязь. И жух, машины гоняют. С белорусскими, с польскими, с украинскими номерами. Мы пришли на наш пляж. Это намного лучше, чем городской пляж в озеро Свитязь. Здесь тихо, уютно, малолюдно. А на том городском пляже озеро Свитязь там ужас. Там тысячи людей, как в Алушке. Все набито, нигде коврик постелить. Вот здесь водичка чище. Здесь очень даже хорошо. Такое красивое-красивое озеро Свитязь. Вон такие берега там. Тучки, небо. Водичка теплая-теплая. Молочная, 27 градусов. Наши красавицы. Расстилаются, готовят место. Меня зовут. Иду, девчонки, иду. Бегу я к вам. Характерной особенностью данного озера Свитязь является то, что очень мелкая вода. Чтобы попасть на глубину, надо идти метров 200. Но зато вот здесь такая тепленькая, тепленькая, тепленькая и прозрачная вода. Вот так сейчас снимем, какая она прозрачная. Прозрачная, кристально чистая. Вот. Эта вода богата разными минеральными элементами. В том числе йод и в том числе серебро. У кого йода дефицит и прочие заболевания, надо приезжать сюда, на это озеро целый день купаться. Организм натянет из этой воды необходимое количество йода. Вот. И восстановится йода-щелочной баланс. Вот. Кроме этого, есть еще много разных преимуществ, почему сюда надо приезжать. Четырехножки. Те, кто любят бегемотиться и любят теплую такую нежную пресную воду, это самое то место, где стоит проводить время. А для детей, которым 5-6 годиков, это вообще рай. Они могут с воды не вылазить. Алла Васильевна. Большой бассейн для маленьких деток. Большой бассейн для маленьких деток. Вот. Замечательной природой и с очень полезной пресной водой. Озеро с Витязь более... А, сейчас покажи. Ох. Это ж мы находимся не на главном пляже. Главном пляже мы были до обеда. Там вообще жесть. Там негде коврик постелить. Мы туда больше не пойдем. Ну, молодежи, там, конечно, клево. Сейчас мы посмотрим на тут центральный пляж. Вот, что там делается. Движение там. Горки разные. А, насчет того. Озеро Свитязь тысячу лет. Это уникальное озеро в Европе. Много озер в Европе образовалось путем перекрытия рек дамбами. А это озеро образовалось природным образом. Ну, вон, какая кристально чистая вода. Это все песочек. Это намного круче, чем на Черном море. И водичка чистая. А мы в бассейнике. А мы дельфинчики. А нам не холодно. Можно песенки петь и балдеть. Это второй день пребывания на Шатских озерах. Это село Гряда. Сегодня плохая погода. Солнца нет вообще. Солнца нет вообще. И вот мы идем туда. Новое место. Просто посмотреть, что здесь есть интересного. Здесь в гряде народу полно. Аббаты переходят в парк. Клевое место для отдыха. Клевое место для отдыха. Напоминает Одессу Гоблево. Следующая наша остановка на Шатских озерах. Это озеро Песочное. Очень красивая панорама и кругом военный лес. Извините, здесь фотосессия у нас. Продолжим разговор. Там где мы были на Свитязи, там в принципе хвойных деревьев нет. И не такой воздух. Здесь воздух. Хвойный лес пахнет. Легко дышится. И очень красиво. Значит озеро Песочное пока можно даже на первое место выходит. В рейтинге Шатских озер. Сейчас я тут собираюсь скупнуться. Хотя похолодало. Навлезо 22 градуса. Ну уж коль приехали, надо покупаться. Тем более вижу, что люди купаются. Значит вода теплая. Девчата. Вам здесь нравится? Хорошо. Только не хватает солнышка. Мы снова вернулись на базу. Где мы отдыхаем. Только что пожарили курочки. Вот там Алла в той веранде смотрит битву экстрасенсов. Очень так завороженным взглядом. Вот. А что еще интересно? Здесь очень клевый ландшафтный дизайн. Вот сейчас посмотрим. Вот тут интересно так камушками выложено. Хозяйка пришло. А эти слоники, что там они откуда привезены? Из Германии. Из Германии. Из Германии, да. Это не человек. Да. Ага. Ага.